Ассаляму алейкум, друзья! Я думаю, каждый встречался с такими недобросовестными мастерами, как рихтурщики, маляры, которые газуют, которые говорят «Ва, жесть, мы нереальные такие жесть мастера!» А в итоге получается так, звонишь ему, брат, сегодня не получается, завтра не получится, через неделю не получится, через месяц не получается. У меня своя суета, брат, я когда решу эту суету, потом я тебе эту машину или что-то сделаю. Это знаете, почему получается? Это получается когда ты заранее деньги скидываешь, когда ты авансы отдаешь и так далее, вам создают проблему они почему-то. Очень редко встретишь среди этих мастеров таких, которые ответственные, 95% воздуханы. Поэтому, братья, даже сестра, когда вы сдаете машину, отдаете кому-то, мастерам и так далее, просто узнаете, да, это серьезный мастер или нет. Рядом хотя бы спрашивайте, потому что я очень часто так замечал, отдал машину, мне там кто-то говорит, брат, зачем ты ему отдал? Я тебя знаю, говорит, брат, я не хотел бы, чтобы ты ему машину отдал. Я говорю, почему? Или он беспонтово работу сделает, или же он просто несерьезный, у тебя затянется эта машина там. А получается так, вот сейчас один мой знакомый, он две двери, полгода, говорит, машина стояла. Блин, я не знаю, вот ты работаешь, да, в этой сфере. Тебе самому не стрёмно, да, чтобы твое имя где-то говорили, что ты такой воздухан какой-то, да. Поэтому, да, всем мира и добра, берегите свои деньги, берегите в первую очередь свои нервы, поверьте мне, когда машина стоит, никто не понимает. Вот представьте, да, вот в моем случае, да, машина арендная, каждый день эти машины стоят там месяц, два, три месяца, полгода, да, и получается, каждый человек, ну, теряет какую-то сумму. То же самое, вы завтра идете на работу, у вас месяц стоит эта машина, да, вам надо каждый день передвигаться, а он берет другие машины, а ваша машина просто стоит. Вы идете пешком или же на такси, он делает другие машины. Почему? Потому что вы заранее ему деньги дали, или же аванс дали ему, он уже берет с других денег. Вот такая работа заключается в этой сфере. Вот я знаю, да, не от хорошей жизни может работать в этой сфере, но поверьте мне, там малярка примерно у нас в городе стоит 6 7, 8, даже 10 тысяч рублей стоит. Я детали крашу, да, за эти суммы. За 10 тысяч рублей отношение к тебе тоже вот такое просто ужасное, ну, ужасное, да, димство. Всем мир и добра, ассаляму алейкум.